Тоже есть мнение, что 2024 год – это год последний, когда Путин сможет наступать дальше. Ни экономических, ни военных, ни материальных возможностей не будет. Как ты оцениваешь этот тезис? Финансовые возможности есть. Я думаю, что с мобилизацией, со всеми рисками, они, скорее всего, справятся. А на остальные вопросы, ну, то есть, они наладили какой-то военный производство. Большего сделать не могут, но что-то сделали. Если есть возможности, значит, он, возможно, будет воевать эти 2-3 года. Что необходимо сделать для того, чтобы лишить его этой возможности? Ну, нужно совершать действия, которые ослабляют Путина, а не которые усиливают. Поэтому здесь нужно... Уполненные санкции? Ну, конечно, пересматривать санкции. Ну, во-первых, конечно, деньги должны выделять. Да, а во-вторых, нужно... Это Украина может сделать, лоббировать правильные санкции. Вот сейчас обсуждают кейс опять Фридмана, Авена. Да, и я подпочитал, 90% говорят, как же так, их выпустили под санкции. Ну, во-первых, не выпустили. Да. А во-вторых, ну, вот, на мой взгляд, да, я понимаю все претензии к олигархам. Хотя они не олигархи никакие, они богатые бизнесмены. Но я бы не ставил Фридмана в один ряд с Чемизовым. Да, я бы не ставил его в один ряд со всеми путинскими дружками, которые поддерживают войну. Все-таки Альфа инвестировала в Украину, там, Баби Яр финансировала, джазовый фестиваль делала. То есть, это не похоже на тактику людей, которые поддерживают войну. Но если ты поддерживаешь войну, зачем ты туда инвестируешь? Ну, же очевидно. То, что они там не выступили, или там как-то открыто, это другая история. Но, а зачем этих людей загонять под Путин? Вот Путин, путинский режим закончится тогда, когда большинство в России, будет антивоенное, а не провоенное. А это значит, что нужно оттуда людей перетаскивать на другую сторону, переубеждать. Можно, конечно, стоять в белом пальто и говорить, что вы все там негодяи всех вас. Ну, а и толку. Но Путин будет, значит, с ними со всеми дальше воевать. Элиты надо раскалывать. Ты веришь в то, что Фридман и люди, подобные Фридману, получив индульгенцию, получив там выход из-под санкций, под каким-либо соусом, будут принимать активное участие финансово в действии российской вооруженной оппозиции? Если бы этот вопрос мне бы задали год назад, я бы сказал да. А сейчас они действуют через суды, через адвокатов. Потому что никакого политического решения на этот счет не было принято. А, ну раз так, окей, мы тогда решаем вопросы сами. Мы никому ничего не должны. Мы идем и доказываем, что мы войну не поддерживали. И это Европейский суд, это не басманный суд. А Европейский суд рассмотрел документы, да, и нашел доводы, которые приводятся, неубедительными. А, ну, я не видел нигде Фридмана или Авина, которые войну поддерживали. Я не видел такого. Я не видел каких-то контрактов, чтобы они поддерживали Минобороны или там ракеты туда поставлять. Этого не было. А есть же еще сотни, тысячи предпринимателей, которые точно войну не поддерживают. Но они понимают, что их капиталы, их деньги безопасно сегодня держать только в России. Потому что везде, куда бы они ни пришли, они могут попасть под санкции, не понимая там, почему вдруг они попадают под санкции, если они не поддерживали войну. Никто же правила не объясняет. И как выйти из под санкции, никто не знает. Поэтому все замечательные, умные предприниматели, они это умные люди, это профессионалы. Я же не говорю сейчас там про тех, кто ворует. Я говорю про настоящий бизнес. Они вместо того, чтобы деньги выводить из России, ослабляя Путина, они туда возвращают, потому что это сегодня единственное место, не самое безопасное в мире, но безопаснее, чем там, где у тебя могут просто все заморозить. Фишка в том, что если бизнес в итоге загоняется в Россию, то, конечно, он будет вынужден играть по правилам путинского режима. Если бы этот бизнес нашел бы, где припарковать свои активы, он был бы от Путина более независим. Да, и если бы это стало массовым явлением, то это могло и к расколу лид привести. Я не понимаю, почему этот потенциал не используется. Ведь кого западные страны могут послушать? Они могут послушать украинский МИД. Может быть, потому что там хрен ногу сломит, кто кому носил, кто кому подносил, и кто чьим кошельком является. Может быть, попытка даже с Абрамовичем, как-то там что-то он сотрудничал с Украиной, попытки выдать это за то, что он не является путинским кошельком каким-то очередным. Это для вас эта информация непонятна. Для нас она понятна. И мы уже давно предлагаем нормальное формальное сотрудничество на официальном уровне, где мы могли бы как раз стать источником такой экспертизы. Никому эта экспертиза не нужна. Более того, в украинских санкциях находится до сих пор Сергей Петров. Один из четырех депутатов, кто не голосовал за Крым, ходил на антивоенные митинги, находится в розыске, Путин у него отнял бизнес за то, что Петров поддерживал оппозицию и независимые СМИ. Вот так вот оно обстоит дело. Если мы хотим поменять рано или поздно Путина на кого-то другого, то мы будем просто стоять в белом пальто и ждать, пока Путин умрет. Нужно ломать ему базу, в том числе и финансовую. Потому что любые другие перемены будут делать ни украинцы, ни англичане, ни американцы, будут делать россияне. А что значит надо делать? Ослаблять Путина, из-под него, так сказать, отрывать от него людей талантливых, богатых. Это первое. Второе. Сомневающихся людей надо переубеждать. А сторонников Украины надо как бы поддерживать. А когда всех мешают одним цветом, то сторонники уходят, так сказать, как это говорят, внутреннюю миграцию, где при сомневающихся видят к себе негативные отношения переходят на сторону Путина. Ну вот. Я уже не говорю о том, что уехать из страны невозможно. Ни визы, ни счет, открыть, ничего. Там айтишники, инженеры остаются и работают на путинскую военную машину. Не хотят работать. Просто никуда не уехать. И деньги ты не можешь вывезти. Продал квартиру, не можешь вывезти деньги. Все, и деньги остаются в путинской экономике. Хотя топ капитала мог бы составить пять военных бюджетов в России за год. Пол триллиона в год. Отток капитала потенциальный, если бы все правильно было сделано. И даже никакие... Главное, что хорошо, Америка выделит 60 ярдов. Это усилит украинскую армию, но это не те деньги, которые позволят дойти до границ в 1991-м году. Это позволит просто удерживать линию обороны более эффективно. Но это не решает вопрос с Путиным во главе. Никак. Да, не решает. А решать только с российским обществом придется. Можно, конечно, не решать, но тогда этого проблемы не решаем. Но придется просто решать с российским обществом. И надо находить там союзников. Не всех там мазать одной краской. Это находить союзников. Кто может дать экспертизу? Кто-то может дать... Как журналисты и так работают, освещают это все. Войну и рассказывают правду. Мы политики все равно какие-то дипломатические усилия прикладываем, чтобы там Украину поддерживали. А есть еще масса других возможностей, которые не используются. нужен единый орган по взаимодействию с российской оппозицией. Ты считаешь так? Да не надо орган. Даже не надо публично сделать. Но надо это делать так, чтобы это было на уровне как бы серьезном. И просто там отдельно кто-то встретился. Нам неинтересна российская оппозиция. Она ни на что не влияет. Ну как это не влияет? А очереди против Путина? Кто организовал? В России. Это благодаря нашим единим возможностям.